Президент России Владимир Путин подписал поручение правительству о создании национальной системы качества пищевой продукции. Требования к качеству должны стать обязательными и едиными. Понятие двойных стандартов должно уйти с рынка. Придется поставить точку во множественных попытках создать системы качества различными отраслевыми организациями. Все ответственные за этот процесс ведомства, прежде всего Роспотребнадзор, должны будут предпринять все необходимые шаги для создания новой системы. О столь масштабной задаче и путях ее реализации сегодня в ток-шоу Трибуна Нового Века. Добрый вечер. С нами сегодня в этой студии заместитель начальника управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Иван Николаевич Гущин. Добрый вечер. Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан, главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Александровна Потяшина. Здравствуйте. Председатель ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камьяр Межагитович Байтимиров. Добрый вечер. Хайр Ликищ. Хайр Ликищ. Заместитель руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан Евгений Николаевич Иванов. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, в нашей студии также руководители ведущие специалисты Роспотребнадзора Республики Татарстан, главного управления ветеринарией кабинета министров Республики Татарстан, госалкоголь инспекции Республики Татарстан, государственного комитета по Республике Татарстан по закупкам Татарстанской таможни, Счетные палаты Республики Татарстан, Ассоциации рестораторов и ательеров Казани и Республики Татарстан. Уполномочены при президенте по защите прав предпринимателей общественные палаты. С нами сегодня действующие фермеры Татарстана. Им есть что сказать в этой студии. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем. Мы также принимаем ваши сообщения по электронному адресу, которые вы видите сейчас на своих экранах. На протяжении всей программы мы будем их транслировать. Подключайтесь. Из года в год вкладываются немалые средства на контроль качества жизни населения. В текущем году также выделена немалая сумма на эти цели. И очень важно, чтобы все эти деньги расходовались строго по назначению. Иван Николаевич, качество питания, качество безопасности, вообще безопасность жизни населения сегодня на особым контроле? Знаете, вообще если говорить о контрольно-ревизионной деятельности, она на особым контроле. Она имеет соответствующие риски, иногда коррупционные риски. И поэтому здесь всегда эти службы, Роспотребнадзор, другие надзорные органы всегда в поле зрения и правоохранительных структур, и аппарата президента Республики Тарстан. Поэтому, если говорить о какой-то статистике, за последнее время, не припомню внимания такого со стороны правоохранительных органов, в службе Роспотребнадзора, были случаи в 2015 году и по подведомственным учреждениям. Ну, я вот перед эфиром сегодня буквально ознакомился с обращениями граждан, которые жалуются на службу Роспотребнадзор, там, ну, за 2017 год не более 10-15, и это те лица, которые не согласны с решениями, может быть, где-то внимательно не доглядели, не досмотрели и так далее, и так далее. Вот сейчас вот мы обменялись показателем, что более 10 тысяч обращений в службу поступают, поэтому, ну, 10 случаев, которые поступили в аппарат президента, эти случаи, естественно, мы внимательно, совместно и смотрим, жалуются в наше антикоррупционное управление, где-то по атмосфере, где-то по экологии и так далее, и так далее. И я думаю, это показатель такой незначительный. А что беспокоит население в плане полномочий Роспотребнадзора? Всегда реально они действительно отражают интересы нашей жизни? Полномочия, Марина Александровна сама скажет, какие полномочия, но вот вас и меня, как обывателей, что сегодня интересует, да? Какую мы сегодня воду пьем? Чем мы дышим? Главное не отравиться, не заболеть и не слечь в больнице, для меня это самое главное. И очень серьезно сегодня в этом году, в начале года, особенно с молочной продукцией, вопрос, какой мы продукцию покупаем в магазинах нашей республики. Спасибо. Марина Александровна, какие продукты сегодня в зоне риска? Ну и сегодня, и были продукты в зоне риска, это всегда продукты первой необходимости. Это группа молочных товаров и группа мясных товаров, колбасных изделий. Они в зоне риска всегда находились, потому что это скоро порчащие продукты питания. И здесь любое нарушение технологии приготовления, транспортировки, реализации этой продукции всегда накладывает определенный риск на здоровье населения, если где-то что-то нарушено. Это во-первых. А во-вторых, эти продукты, поскольку они заведомо натуральные, часто есть соблазн у производителя добавлять псевдонатуральные компоненты в этот продукт и выдавая их за натуральные. То есть эти продукты чаще всего фальсифицируют или подделывают, как мы привыкли говорить. Какие продукты чаще всего подделывают на сегодняшний день? Чаще всего это группа молочных товаров. Это молоко, сливочное масло, сыры. Добавки какие добавляют в эти продукты? Это растительные жиры, это, конечно же, крахмал, это сухое молоко. Если взять эту группу мясных продуктов, это колбасы, фарш. Фарш, это, конечно же, соевый белок. Фарш добавляют. Ну а колбасные изделия, это чаще всего заменяют сырье на более дешевое. К примеру, на этикетке мы читаем, что это колбаса говяжья, но добавляют куриное мясо или свиной шпик, тем самым удешевляют натуральную продукцию, не доводя необходимой информации до потребителя. Евгений Николаевич, ваше ведомство работает один на один с производителями, так ведь? Вот на самом деле, что же до нас доходит, что же доходит до прилавок магазинов, на ваш взгляд? Что же мы едим, что же мы пьем? Вначале хочу сказать, что управление Россельхознадзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим свои полномочия в области ветеринарии, в обороте ветеринарных препаратов, которые принимаются в ветеринарии. Помимо этого, еще контроль и надзор за землями сельхозназначения, и также в качестве семян и безопасности семенной продукции. Переходя на тематику сегодняшнего вопроса, управление в основном проверяется производитель животноводской продукции. Во время готовых надзорных мероприятий мы отбираем продукцию, проводим пищевой мониторинг и предоставляем для исследований в лабораторию под ведомством Россельхознадзора. К примеру, в этом году было отобрано более 200 проб молока и молочной продукции, более 50 проб мяса и мясной продукции. Также проводился отбор проб, более 40 проб на исследованные на фальсификацию, это именно молочной продукции. При этом было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям, это молоко, сырое молоко. А также в двух пробах масло сливочное было выявлено фальсификация растительными жирами. Что же все-таки выявляется-то? Что же выявляется? Много ли нарушений выявляется в вашем ведомстве? Я же повторюсь, в основном это нарушения по микробиологическим показателям. Это такие как камофам, бактерии группы кишечной палочки. Бывает, что и листери тоже выявляются в сыром молоке. Это единичный случай или это все-таки массовый характер? Нет, это единственный случай. Таких массовых не наблюдаются. Спасибо. Почти четверть продуктов питания в России фальсификат. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве сейчас готовят поправки в уголовный кодекс. Ужесточение наказания станет одной из мер, которые может очистить прилавки магазинов от суррогата. Что чаще всего подделывают и какие опасные элементы таблицы Менделеева можно обнаружить в безобидных, на первый взгляд, продуктах. Это только на первый взгляд обычное сливочное масло привычного цвета, стандартной консистенции и знакомого вкуса. Таким забиты производственные цеха, склады, прилавки магазинов по всей республике. Но первые же внеплановые проверки Роспотребнадзора показали. Масло не масляное. Производитель использует сорбиновую кислоту для консервации. Продукцию тогда можно хранить годами. В таможенном союзе использование этого вещества категорически запрещено. Маслом с кислотой можно испортить не только кашу, но и здоровье. Предприниматели держат оборону. Мол, все в норме. Никаких нарушений от кислоты, никакого вреда. Но врачи, химики и проверяющие неумолимы. Этого на столах потребителей быть не должно. Как и масло, которое выдают за сливочное, хотя оно пальмовое. В составе такого продукта растительный жир. В итоге это не сыр, а сырный продукт. Не масло, а спрет. И это тоже коммерческая уловка. Зачем делать продукт из дорогого сырья, если точно такой же на вкус и цвет брикет можно получить с помощью пальмового масла? Главное, потребителю об этом не говорить. Мария Александровна, почему так происходит? Ну, вы знаете, наличие фальсифицированной или продукции натуральной, которую поделают, обусловно непреодолимым желанием производителям удешевить свою продукцию. Но здесь надо сказать, что вот эти компоненты, которые входят в состав сливочного масла, да, это растительные стерины, это сухое молоко, это крахмал, добавляют очень часто в творог, да. Они имеют право законным образом находиться в продукте. Другое дело, что они должны быть вынесены на этикетку. И у потребителя должен быть выбор купить натуральный продукт, либо натуральный продукт с добавлением вот этих веществ. Ну и цена, наверное, должна быть соответствующая, так ведь, если мы говорим, что там нет мяса. Да, и этот продукт, действительно, он должен стоить намного дешевле. А получается так, что производитель выдает его за натуральный продукт и продает намного дороже, чем он есть на самом деле. Марина Александровна, какой эффект дали внеплановые проверки и будет ли, какой эффект внезапности, да, скажем так, будет встроен в будущем в плане вашей работы, вашей деятельности? Ну, внеплановые проверки за оборотом пищевых продуктов мы проводим, конечно же, в приоритетном порядке. В год мы проводим не менее 2,5 тысяч предприятий общественного питания, предприятий торговли мы проверяем в целом по Республике Татарстан. Вот только за 2017 год, проведя это количество проверок, мы выявили 15 тысяч нарушений. 56 тонн продукции мы изъяли из оборота и не допустили к реализации среди наших жителей. И штрафы составили на все предприятия, связанные с оборотом пищевой продукции, свыше 30 миллионов рублей. Эффект внезапности, он был уже законодателем внедрен еще в 2016 году, и он дал очень хороший результат. Внезапные проверки, которые мы на сегодня осуществляем, они выявляют нарушений в два раза больше, чем те, которые проверки мы проводили, предупреждая юридическое лицо о том, что мы идем. Да, и тем более, что этого, конечно, очень жителей волновало. Когда они писали нам жалобы в отношении просроченной продукции, а мы законодательно должны были уведомить юридическое лицо, что мы придем проверим, надо понимать, что редкое юридическое лицо не подготовится к нашей проверке. А на сегодня такой инструмент есть, и мы действительно внепланово, внезапно их все нарушения видим и наказываем за нарушения по самым строгим меркам. Александр, действительно, ваше ведомство отвечает за качество продуктов? Мы контролируем качество и безопасность. Отвечает все-таки у нас производитель и продавец, а мы контролируем и продавца, и производителя. Все-таки, на ваш взгляд, почему такой высокий процент просроченных товаров? Просроченных товаров? Ну, вы знаете, я бы не сказала, что он большой. Я бы, наверное, вот в год к нам поступает около 500 жалоб на просроченные товары. В общем, наоборот, пищевых продуктов это не так много, но на сегодня у нас существует инструмент, когда потребитель или покупатель может обратиться к продавцу и предъявить ему претензию, и заставить его либо вернуть деньги, либо поменять товар на более свежий. Вот этим инструментом наши жители не очень охотно пользуются. Поэтому, как только наши жители начнут помогать нам и всем нам, а для того, чтобы реализовался непросроченный товар, и тогда продавцу не будет интересно реализовывать этот товар под видом переклеенной этикетки, стикера и все такое. Как можно невооруженным глазом определить, что этот товар просрочен? Ну, во-первых, нужно посмотреть на стикерную этикетку, прочитать как минимум. Ну, а во-вторых, внешний вид должно быть потребительский, такой, знаете, потребительский привлекательный продукт. Если это молоко створоженное, если это сметана вздутая, если это консерва, которая имеет бомбаш или вмятину, если эта колбаса имеет налет, неприятный запах, да, или хлебобулочные изделия с плесенью, что та же не редкость, то, конечно же, это видно невооруженным взглядом. Но надо более внимательно покупать продукты питания. Это, наверное, не только просрочка, это уже испорченный товар, так ведь уже? Это испорченный товар, но здесь чаще бывает даже непросроченный товар. Даже вот молоко, вот я сама потребитель и покупаю продукты питания. Очень часто, я думаю, здесь сидящие все, бывает так, что мы летом покупаем молоко совершенно с нормальным сроком годности. Но начиная дома его кипятить, оно створаживается. И это говорит о том, что нарушены условия транспортировки этого молока из предприятия, которое производит это молоко, в предприятие, которое реализует это молоко. То есть оно на прилавки приходит к нам уже некачественным, так? Оно уже приходит с нарушением условий транспортировки. Поэтому, конечно, в летний период, в жаркий период, нужно покупать все-таки молоко, стараться в крупных, наверное, магазинах, те, которые соблюдают вот эту вот холодовую цепь доставки скоропорчащих продуктов питания. Спасибо, спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира. Если есть телефонный звонок, мы готовы принять. Есть звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Как пропелить метраты в овощах на рынке? Скоро сезон сверху зелени овощей. Ещё раз, пожалуйста, озвучите. Как пропелить метраты? Вопрос понятен. Хорошо, спасибо. Спасибо, Марина Александровна. Действительно, скоро у нас весна, и действительно, факт выявления нитратов в ранних овощах или в ранних бухчевых, они не редки. Хотя нельзя сказать, что это массовое. На рынках имеется ветеринарно-санитарная лаборатория, которая имеет специальный прибор, нетрозамер. И, конечно же, можно подойти в эту лабораторию, и они совершенно безвозмездно сделают замеры нитратов на приобретаемых овощах. Марина Александровна, какую оценку Вашей ведомства может дать продукции местных производителей? Вы знаете, продукции местных производителей находятся у нас под особым контролем. Под особым контролем, потому что это то, что мы действительно видим, знаем, часто контролируем, и мы понимаем, какую продукцию они производят. Кроме этого, значит, продукции местных производителей большое внимание уделяет президент нашей республики. Рустам Нургалевич Мениханов, он тоже требует производить качественную и безопасную продукцию нашими производителями. Единичные факты, несоответствующие продукции, мы наблюдаем. Но в то же время я и сама покупаю продукцию местных производителей. Я и говорю, что эта продукция для нас более понятна, и мы говорим жителям, что покупайте продукцию. У нее короткое плечо доставки. Эта продукция более свежая. Рычаг управления, он понятен для нас. И кроме этого, что немаловажно, все наши местные производители очень болезненно воспринимают все наши нападки. Они за имидж республики, они все-таки очень чувствительны к тому, чтобы вот эта продукция была качественной на той территории, на которой они сами живут, растыл, производят. И крайне болезненно они воспринимают факты, когда другие субъекты, другие управления по другим субъектам выявляют нашу продукцию некачественную. Эти факты единичные, но производители к этому очень чувствительны, потому что мы здесь всей серьезностью начинаем принимать все надзорные мероприятия. И, конечно же, это крайне неприятный факт. Поэтому я оцениваю вот на сегодня качество и безопасность продукции местных производителей на достаточно высоком уровне. Мария Анастасовна, стало ли меньше в этом году в Татарстане фальсифицированной продукции? Ну, в этом году, в 2017 году. Да, вот в 2015 году действительно, как вы говорили в репортаже, у нас процент фальсифицированной молочной продукции составлял на уровне 27%. Это 2015 год. По итогам 2017 года мы имеем процент 2,4%. Это все, что касается фальсификации именно растительными стеринами, растительными жирами. Ну, а если взять в целом фальсифицированную продукцию, то мы в год исследуем 90 тысяч проб пищевых продуктов в год по всей территории Республики Татарстан. И 2000 проб мы отбираем именно на показатели фальсификации. Вот показатель фальсификации в среднем по Республике Татарстан, он не превышает 5%. Спасибо. Молочный рынок России сотрясают громкие скандалы. Производители обвиняют в использовании мела, крахмала и сои при изготовлении молочных продуктов. Контролирующие органы заявляют, что более 25% молочного рынка России это фальсификат. При этом аграрии считают, что данные не соответствуют реальной ситуации. Когда мы стали заниматься переработкой, мы даже не представляли, какое количество суррогата и подмены молочных продуктов у нас на рынке. Так называемые стабилизаторы, красители, как раз-таки вот эти технические трансжиры, они явно не влияют, возможно, на организм. То есть, если вы их скушаете завтра, у вас не будет отравления. Но употребляя такие более полгода, вы просто теряете свое здоровье. Трансжиры вызывают онкологию. Единственное, за что мы держимся и боремся, за то, что мы не добавляем ничего в нашу продукцию, используем только закваски и молоко. Наши жизни, наша экономика, это система. Нельзя считать, что если вы бьете по одному месту, рано или поздно у вас это не выявится в другом. То есть, если мы не поддерживаем сельское хозяйство, значит, мы будем приобретать или будем поддерживать сельское хозяйство другой страны. Это факт. Это уже неоднократно в истории подтверждалось. Например, очень часто сейчас используют ножки Буша, которые в 90-е годы Америка поставляла нам совершенно бесплатно. За два года убилась полностью вся птичная промышленность, или как это сказать. То есть, все птицефабрики закрылись. У нас не было абсолютно ни одной фабрики, которая бы производила курятину или яйца. И после этого уже цены взлетели, и мы уже покупали американские ножки Буша или прочую курятину. От из Америки и других государств за высокие-высокие цены. То есть, мы можем сейчас, опять-таки, наступив на эти же грабли, потерять молочное производство. Фермер Новошишминского района Алена Белоглазова сегодня с нами в этой студии. Алена, добрый вечер. Я вас приветствую. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, легко ли попасть на наш рынок, рынок Татарстана, со своей фермерской продукцией? Рынок, он не единое какое-то пространство. То есть, у нас рынок Татарстана представлен и магазинами, и социальной сферой, и непосредственно то, что нам остается для фермеров, это ярмарки на текущий момент. Потому что сами рыночные, вот уличные торговли, даже рыночные павильонные продавцы, они не заинтересованы в нас абсолютно. Потому что у нас высокая себестоимость идет продукции, и если они будут продавать, а на рынок идут люди, которые не могут себе позволить дорогие продукты, соответственно, они не заинтересованы в нас абсолютно. Если мы говорим о сетях, о магазинах, то, как ни странно, но сети вот с нами, например, очень заинтересованы работать. И некоторые сети сейчас нас сами приглашают туда. Другой вопрос, что с ними работать сложнее, у них постоянно идет мониторинг. Они берут на анализ продукцию, как раз так, как вот сказали, что сейчас не только производитель, но и продавец отвечает перед Роспотребнадзором, соответственно, они тоже постоянно мониторят. Если вы не соответствуете несколько раз пробам, они проводят аудит, очень дорогостоящий для любого предприятия. Поэтому работать с сетями можно, но сложно. Работать на рынках сейчас невозможно, потому что продавцы не заинтересованы в молочных, например, если мы говорим о нашей продукции, они заинтересованы в молочных продуктах. То есть они больше заинтересованы, чтобы максимально дешевый продукт давали, соответственно, вот как раз, когда мы говорим о суррогате, там большое количество. Но Марина Александровна сказала, то есть суррогат – это то, что, допустим, у вас написано творог, а там внутри продукт, который наполовину содержит молочную какую-то основу, либо частично, либо вообще не содержит. Тогда это суррогат. Если у вас написано, что он содержит растительные жиры или заменители жиров, то это не суррогат. Если мы говорим о крупных производителях, они часто это пишут. С другой стороны, я не знаю, насколько, я знаю, что если молоко произведено из сухого молока, они должны молочный напиток писать, да? Восстановленное. А молочный напиток это не подтвердили, да, в этот момент? Это процент определенного молока натурального в продукте. То есть если там все-таки идут растительные жиры, да, молочный напиток называется? Потому что я, ну вот в последнее время очень часто слышим, как бы мы ни говорили, процентовку так или иначе, то есть то, что у нас сейчас происходит, например, с ценами на сырое молоко, говорит о том, что кто-то очень активно использует заменители. Потому что если бы у нас было 5%, или как раз вот эта вилка, которая не дает надзорным органам сразу прийти и проверить по цепочке кто и что, то есть не дало бы обвал в 50%, если бы у нас было только 5% суррогата. Значит, либо мы не знаем о каком-то этом рынке, либо что-то такое происходит от нас независище. Потому что если сейчас что-то не сделать, собственно, мы сюда пришли, вот лично я, наоборот, услышать вот ответ, что будет делать государство, не задавать вопрос, а что будет делать государство. То есть мы можем говорить, мы можем не видеть суррогатчиков на рынках, на ярмарках, мы можем вот так вот проходить мимо них. Но то, что сейчас происходит в сельском хозяйстве непосредственно, то есть если коров у нас начнут колоть массово, мы их не восстановим. В сельское хозяйство никто не вернется уже, уехав оттуда. И, соответственно, о чем я говорю, вот я очень часто читаю исторические какие-то сводки. Вот то, что происходило, например, в Ленинграде во время блокады, как легко город поставить, условно говоря, на колени. То есть там за 2 года что происходило, я не буду об этом напоминать. Но вот умрет деревня и произойдет вот это, понимаете? То есть мы будем в зависимости от любого потока продовольственного. То есть вот это мне хочется услышать, то есть мы можем не видеть, не слышать, не говорить. Но вот эта зависимость и вот этот вот упадок цен, он по факту уже налицо. Соответственно, нужно как-то менять политику, политику в отношении производителя, каждого конкретно и нас. Спасибо, спасибо, Алена. Рядом с вами находится фермер, да, Иван Николаевич, давайте, давайте, прокомментируйте, пожалуйста. Вопрос был достаточно серьезный. И здесь, коль уж я представляю аппарат, президент, я должен обозначить, какую работу мы провели в частности. Ситуация со снижением цен на сырое молоко, она началась не сегодня, а в начале декабря. То есть прошлого года. Прошлого года постепенно, каждую неделю цена на молоко опускалась ровно примерно на рубль, полтора. А сегодня сколько это уже? Сегодня есть усредненная официальная статистика, там около 20 рублей. За литр? Да, но это базовая цена, потом там добавляется плотность, жирность и так далее. Но есть данные у нас и по деревням, там доходят у личных подворьев, собирают и по 12, и по 13 рублей. То есть у хозяйств по 15 рублей. То есть, ну вот, такое колебание очень достаточно серьезное. Если говорить о сезонности, конечно, в январе прошлого года, это 17-го, цена на молоко, она была в определенной степени спекулятивная. Она там доходила до 35 рублей за килограмм сырого молока. То есть покупали у посредников трейда, то есть переработчики покупали за 35 рублей за килограмм. То есть у нас, ну, цена, рынок очень сложный, и цена колеблется от многих факторов. Я буквально коротко, в январе президент республики поручения такие дал. Мы комиссионно совместно с Минсельхозом, с Роспотребнадзором, в принципе, изучили всю республику, все перерабатывающие комплексы. То есть подготовили, ну, хороший документ. Сегодня он находится на исполнении Минсельхоза республики. Очень все подробно мы описали. Все организационные структуры, влияние трейдеров, посредников и так далее, и так далее. Ну, ситуация сложилась, что заводы просто перестали покупать сырое молоко в декабре месяц. Просто у них возникла ситуация, когда им не нужно стало молоко. То есть мы начали задаваться. А почему? Посмотрели на склады, действительно, затоваренность сухого молока. Это неплохо. Сухое молоко сегодня используется и в йогуртах, и всяких разных, и в мороженом. Это не запрещено, это нормально. Это высушенный обрат, если по технологии. То есть мы стали уже немного так профессиональными молочниками. Такие термины специальные, да. Хорошо. И здесь как раз-таки вот, ну, нельзя исключать, что не добавляют они это сухое молоко, потому что, ну, отказываться стали от сырого. То есть вот этот момент есть. И то, что говорит гостья студии, действительно, здесь очень серьезный факт. Если ты добавляешь сухое молоко, если ты добавляешь какие-то присадки, то ты на этикетке пиши нормально, адекватно это. И тогда, ну, я вот как потребитель, я сегодня голосую на сами вкусовыми качествами. Я, понятно, смотрю на этикетку, но я, если пью молоко, я чувствую, что что-то не то. Я ем мороженое, ну, что-то не то. Я его уже больше не покупаю. Естественно, на... Голосусь рублем, так ведь? И рублем, и своим здоровьем. Поэтому вот много факторов, и я думаю, сегодня Минсельхоз выдаст нам определенное решение в ближайшее время по выправлению ситуации. Но сейчас ситуация уже идет, что к лету опять всегда цена на молоко опускалась. То есть мы сегодня идет пост, потребительная способность, она опять упала. То есть молоко, оно не востребовано сегодня. К лету оно его становится больше, то есть и в переизбитке, и когда профицит, цена опять падает. Но вот эта вот сезонность, она как раз сыгралась. Спасибо. Фермеры ищут защиту у власти. Обсудим сразу после рекламы на ТНВ. Это ток-шоу «Трибуна Нового века». В прямом эфире мы говорим о качестве питания и о защите потребителей на продовольственном рынке Республики Татарстан. Телефон студии 570-50-75. Опять, вы можете также отправить свое сообщение на электронный адрес, который вы видите на своих экранах. Все ваши сообщения сегодня публикуются, транслируются в прямом эфире. Много говорим о контроле продукции. Вопрос у меня к фермерам. Скажите, пожалуйста, вы сами как контролируете свою продукцию? Как вы контролируете, чтобы в нее не попадали никакие химические вещества? Алена, как вы сами контролируете свою продукцию? Когда мы говорим о производстве продукции, то есть любые добавки, о которых говорили, да, это идет исключительно с вашего соизволения. То есть вот мы тоже выносили неоднократно такой вопрос о том, что фальсификат, когда подменяют, допустим, натуральное молоко сухим или сухое с растительными, то есть когда вы говорите, что сухое безжирное молоко восстанавливают до натурального, но его же нужно восстановить, добавить жир, то есть это либо сливочное масло натуральное, либо сливки, которые хранятся также недолго. Соответственно, для их производства в любом случае нужно свежее молоко, а не так, как массово все отказываются. Соответственно, они чем-то другим, да, то есть как... Алена, как проверить, что в вашем молоке нет антибиотиков? Я вот это хотела сказать. Антибиотиков, наличие антибиотиков мы также проверяем. То есть мы молоко сдаем. Во-первых, мы имеем свою производственную базу, соответственно, антибиотики могут попасть либо, когда корову лечат, либо заведомо добавляют антибиотик, когда большую партию молока нужно сохранить, чтобы она до места доставки доехала. Вопрос немножко про другое. Про лабораторию внутри фермерского хозяйства. Есть ли у вас лаборатория? У нас есть лаборатория, это раз, но антибиотики не попадут случайно. Я вот о чем говорю. То есть антибиотики попадают заведомо с разрешения, условно говоря, руководителя. Так же, как и растительные жиры и прочие примеси. Они не могут попасть случайно. То есть если выявление, то это не просто случайный обман потребителей, это фальсификат намеренности. Соответственно, это введение потребителя в заблуждение. Это мошенничество. Когда вы специально заменяете один товар другим для того, чтобы больше себе прибыли. Конечно. Я могу быть уверена в вашей продукции. Как я могу быть уверена, что там нет антибиотиков? Просто число такой потребителей вопрос такой. В данном случае вы можете либо обратиться в Роспотребнадзор, вам скажут, что антибиотиков в данной продукции нет. Вы мне можете как доказать, что у вас нет антибиотиков? Я могу вам доказать тем, что у нас своя производственная база, мы берем молоко только от тех коров, которые в данном случае не проходят лечение, например. То есть антибиотик каким образом может попасть? Во-вторых, есть явный тест такой, что если молоко у вас не хранится в холодильнике, то в течение суток оно должно скиснуть. Если у вас в течение суток молоко не киснет, находясь, допустим, дома, значит там есть такое вещество, которое не даёт, естественно, скиснуть данному молоку. Это обывательский тест, но это тест, который вам покажет. Если творог у вас два дня стоит на столе, и с ним ничего не происходит, то есть как по вкусовым, так и по внешним качествам он не меняется, значит лучше не кормить ребёнка таким творогом. Ленар, ваша продукция, мясная продукция, вы занимаетесь мясом, так ведь? Синоводческое предприятие, Алькейский район. Да, это фермер из Алькейского района, Ленар Ахмедянов. Ленар, как проверить, что в мясе нет никаких химических веществ? Ну, любая лаборатория это делает. У вас есть лаборатория? Мы каждые 10 дней сдаём анализ. У вас контракт с лабораторией? У нас есть своя лаборатория. Своя лаборатория, своя собственная фермерская хозяйка, или у вас контракт? Небольшая. Есть договор, мы каждые 10 дней сдаём продукцию на анализы. Как узнать, можно ли проверить, чтобы там действительно не напичкали его ни каким-то веществом, или водой для придания веса, но так же делается для того, чтобы это было? Конечно, потребители это увидят при жарке. Как вы сами это контролируете? Мы просто этого не делаем. Просто этого не делаем, хорошо. Вообще, легко ли попасть на наш рынок? Какие препоны, может быть, для того, чтобы нашу продукцию никак... Мы, как небольшие производители, участвуем в ярмарках города Казани. Насколько популярна ваша продукция? Довольно-таки популярна наша продукция, но опять же, есть определённые проблемы, как псевдофермеры. Расскажите о них. Под видом домашней свинины продаёт свинина, которая была произведена большими и крупными холдингами. А какая разница между свининой, которую произвели дома, и тем, которую произвел в холдинге? Ну, как минимум, они вводят в заблуждение конечного потребителя и предлагают эту дорожку. Чем разница, ещё раз говорю, домашняя свинья и та, которая выращена в холдинге? Люди её пытаются продать дорожку, приводя в заблуждение людей. Просто ценовой вопрос. Ценовой вопрос. Надо сказать, вкусовые качества. И вкусовые качества, безусловно. То есть, разница всё-таки есть между домашней свиньёй и такой, да? Так и промышленной. Разница всё-таки есть. Разница есть, конечно. Конечно. Как только хозяйка положит это мясо в кастрюлю, закипит и сразу видно. Это домашнего изготовления мяса, домашних условиях содержания или, будем говорить, заводских. Я хочу дополнить о том, что во всяком деле есть какой-то интерес. Вот по последним данным, более 60 миллиардов рублей ходит по рынку. Это фальсифицированные продукции. Молочные. Как вы выявляете этих фальсификатов? Фальсификаты выявляют наши надзорные органы. Как они определяются, что это фальсификат? Ну, вот Марина Александровна уже сказала, каким образом. Но мясо можно как, у нас же разница на внешний вид не отличается. Но внешний вид не отличается, и поэтому некоторые потребители обманываются на этом. Но надо сказать вот о фермерах, которые вот здесь говорят о том, что крестьяне – это совестливый народ. Фальсификация происходит не во дворе у фермера или у крестьянина. Фальсификация происходит в перерабатывающих предприятиях. И надо сразу сказать об этом. И поэтому в условиях фермерского хозяйства, крестьянского подворья, невозможно, допустим, в молоко добавить крахмал или какие-то еще добавки. Есть отдельные моменты, о которых Елена здесь говорила. О том, что при лечении возможно попасть в антибиотики. Но есть тесты, по которым в хозяйстве определяются эти антибиотики. И здесь надо сказать о том, что фермерские хозяйства, они же производят на сегодняшний день в республике Татарстан более 50% валовой сельхозяйственной продукции. И вот эта вот совестливость и отношение фермеров к своей продукции, она, в общем-то, позволяет Елене и Ленару выйти на рынок и торговать продукцией. Но вот Ленар правильно сказал, что проблема в том, что приходят промышленники и выдают как собственное хозяйство. Из какой? Это татарстанцы? Это татарстанские холдинги выдают домашние? Или это извне, из других республик, из других регионов? Извне, из других республик в том числе. Из Чуашии и так далее. Дело-то в том, что границы у нас не закрыты. Ну вот согласна, конечно, одна территория. Не только близлежащие регионы, но и дальние регионы. Поэтому здесь, конечно, при том контроле, о котором говорила Марина Александровна, Иван Николаевич и Россельхознадзор, они, конечно, стоят, как говорится, на посту. Это граница. И, наверное, нам придется еще более серьезно поработать для того, чтобы, как говорила Елена, не поступали эти продукции. Не то, что в республику Татарстан, они поступали даже на полки вот этих вот рынков. Даже чтобы на ярмарках их не было, так ведь? Совершенно верно. И мы ведь теряем, понимаете, мы теряем добавленную стоимость, на которую мы рассчитываем в течение года получить. То есть это экономический ущерб, который наносится не только отдельному взятому фермерскому хозяйству, но и республике. Я, конечно же, согласна с вами. Действительно, я не зря спросила, легко ли попасть на наш рынок. Действительно, легко ли попасть на наш рынок. Высока ли конкуренция. И с нами в студии представители таможенной службы республики. Добрый вечер, Александра Александровна. Скажите, пожалуйста, легко ли поступают продукты питания на территорию нашей республики? Какие критерии отбора срабатывают для выявления пресечения недоброкачественной и фальсифицированной продукции? Добрый вечер. Со своей стороны, я хочу сказать, что у нас как регион Татарстанской таможни, как и вся федеральная таможенная служба, мы работаем в рамках евразийского экономического права. Вот. Здесь необходимо отметить, что на пищевую продукцию у нас есть технические регламенты. То есть на безопасности пищевой продукции и о безопасности пищевой продукции в части ее маркировки. Вот, наверное, как раз работа Роспотребнадзора, я так понимаю, как раз то, чтобы маркировка абсолютно, да, она соответствовала. Со своей стороны, когда у нас поступает продукция такого рода, ну, могу сказать честно, то, что за 2017-2018 год молочной продукции и мясной продукции через татарстанскую таможню не оформлялась. У нас более 5000 тонн в основном растительной продукции. Это томатная паста, это узбекские овощи, фрукты сезонные, да, это экзотические фрукты из Таиланда. Вот. С такой продукцией мы не сталкиваемся. Видимо, она идет через другие регионы. Но могу сказать, что таможенный инспектор в любом случае будет сопоставлять фактически везенный товар с документом о соответствии. То есть документ о соответствии – это декларация о соответствии, которая подтверждает безопасность и качество возимого товара. Ну, плюсом, учитывая то, что у нас, как бы, это продукция растительного производства, у нас еще она проходит контроль Россельхознадзора, управления по республике Татарстан. Рисковые ситуации. Вот если мы проверяем, как бы, во-первых, легитимность выдачи документа, да, декларации соответствия, вся информация о испытательных лабораториях, об органах по сертификации, о выданных документах о соответствии, она находится в общем доступе на сайте Росаккредитации. Ее может проверить любой потребитель. Отлично, спасибо. Вот, в том случае, если у нас не сопоставляется товар, мы можем применить, по документам, мы можем применить дополнительные формы таможенного контроля, такие как, например, осмотр товара, досмотр или проведение таможенной экспортизы. Спасибо. Евгений Николаевич, вам есть что добавить, так, если вы же заказываете так же? Предварительно, перед тем, чтобы как бы возить всех хозяйственную продукцию на территорию Российской Федерации, предприятие, которое занимается ВОЗом, должно пройти аттестацию. Для этого предприятие подает заявление на управление Росюхо-Надзор, если на республике Татарстан, на наше управление и на главное управление ветеринарией Комитета Министерства Республики Татарстана. Вот эта комиссия выезжает, проводит контроль. Соответствовались предприятия требованиям таможенного союза, чтобы заниматься экспортом и импортом животноводческой продукции. Если только предприятие соответствует, есть такая информационная система, так называемый Цербер, вот это предприятие вносится в эту информационную систему, и уже на границе, когда таможенные смотрят, там тоже ветеринарная служба тоже на границе есть, они смотрят, предприятие зарегистрировано в системе Цербер или нет. Если не зарегистрировано, то данная продукция, данное предприятие уже не сможет ввозить данную продукцию. Ввозим, мы уже поговорили, спасибо. Камьяр Межагидович, я хочу спросить, действительно, обеспечена ли наша республика продовольствием вот в полной мере, или много продуктов уходит за пределы Татарстана? Я, уважаемые коллеги, я назову одну цифру, которая характеризует производство сельхозяйственной продукции в республике Татарстан. Вы знаете о том, что республика Татарстан по молоку занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации, и мы 500-700 тонн каждый день отправляем молоко за пределы республики Татарстан. В какие районы? В разные, начиная от Санкт-Петербурга, заканчивая Сибири, и даже и дальше молоко наше уходит. Но если говорить по отдельным видам продукции, вот, допустим, я уже говорил, и здесь много мы говорим про молоко, потому что есть рациональные нормы питания, по которому, ну, регулируется, выращивается та или иная продукция. Если возьмем по молоку, то мы на 1,4 раза больше производим молока. Вот, допустим, норма рационального питания – это 230 литров молока. Мы произвели, вот, в 17-м году 479 литров молока. Это о чем-то говорит, да? А если взять еще по мясу, то по мясу мы произвели в 1,8 раза больше от тех рациональных норм питания, которые необходимы для нормального, будем говорить, питания наших граждан. То есть мы говорим про фермерские продукты, так, Весен? Не только про фермерские, я говорю про все продукции, которые производятся в Республике Тарстан. А если взять то, что фермеры более 50% валовой сельхозяйственной продукции, то наша лепта, конечно, здесь довольно внушительная. И поэтому, ну, если мы столько произвели, то мы должны это реализовать где-то. И мы считаем, и это нормой, это 30% нашей продукции должна как бы идти в розницу. Вот говорили здесь о рынках, о других этих, но 70% нашей продукции, она идет, это оптовая продажа, где государство уже регулирует вопросы ценообразования, или вернее, должна регулировать вопросы ценообразования. И большим вопросом для нас по молоку и по другим видам сельхозяйственной продукции является, конечно, ценообразование на нашу продукцию. Спасибо. Вот я обращусь к фермерам снова. Скажите, пожалуйста, как в нынешних условиях вы намерены развиваться? Как вы будете развиваться? О развитии речи не идет. Нам бы выжить, в нынешних условиях нам бы выжить, а не о развитии вообще речи идет. Да, Иван Николаевич. Я помню ситуацию, все-таки, коль уж изучали, озвучу. По данным ветеринарной службы у нас за 2017 год вывезено около 400 тысяч тонн молока. Ну, если в переводе на сутки, то это около 1000 тонн в сутки. Чуть-чуть вы занизили сумму, но я подправлю. Это стат данных. То есть, ситуация сложная. Объясню, почему мы даже, когда изучали, называли ситуацию, белая нефть фактически вывозится. То есть, это реально вывозятся деньги. Ну, основные потребители здесь у нас и Башкортостан, Ульяновск, Самара. То есть, крупные перерабатывающие подмосковье и в Тюмень ввозят, везде ввозят. В Воронеж. Ну, вот, близлежащие, конечно, это выгоднее. Когда транспортное плечо, мы сегодня, в принципе, обеспечиваем сырьем многие наши соседи. Соседние регионы, конечно. Ну, и есть ситуация, когда и ввозится к нам молоко из Удмуртии, из Кировска от наших соседей. И здесь, конечно, небольшой комментарий, влияющий на ценообразование, это отсутствие определенной переработки. То есть, была ситуация, связанная с крупным агрохолдингом, который обанкрочен. И сегодня, как раз, одна из приоритетных задач, как мне кажется, Министерство сельскохозяйства, это развивать переработку. Когда у нас, ну, куст, там, возьмем дрожаное, кайбицы, опасного, там нет ни одного сегодня перерабатывающего комплекса. И все это молоко, естественно, вывозится нашим друзьям из Чувашии, там, Ульянов, все поблизости. Поэтому здесь, конечно, и... Ну, вот мы такую тенденцию очень заметили, когда изучали в январе, как ситуация со снижением. Сначала цены падали в Чувашии и в Ульяновске, а потом падали в Татарстане. Вот наши соседи нас тянули вниз, почему-то. Хотя мы являемся сегодня одним из главных экспортеров по молоку. Иван Николаевич, делается в том, что вот здесь не затрагиваем очень важный вопрос. Мы живем на рынке. И вот в процессе рыночных отношений мы запаздываем со строительством инфраструктуры, в том числе и малых форм хозяйствования. Что это значит? Это наши сельхозяйственно-потребительские кооперативы, которые перерабатывают молоко, реализуют молоко. И они внутри какого-то муниципального района, поселения, они сами регулируют цены. И это плюс к тому, что вот не государство этим занимается, а самоорганизующая такая организация, куда фермерские хозяйства, крестьянские подворья входят пайщиками. И они договариваются, по какой цене брать, по какой цене реализовать, какие расходы при переработке. Поэтому, конечно, на сегодняшний день и Министерство сельхозяйства и продовольствия Российской Федерации, Республики Татарстан, сейчас разработаны программы, грантовые поддержки именно сельхозяйственных потребителей кооперативов. Здесь у нас сидит Айнур с Сабинского района, он может рассказать, каким образом он выиграл, надо будет сказать, этот грант, каким образом регулирует эти цены. И мы сделали анализ о том, что сельхозяйственных потребительских кооперативов цена молока на 2-3 рубля иногда и больше, чем на рынке. А почему? Вот я уже сказал о том, что они сами регулируют цены. Это одно из подспорий вот такого сегодняшнего состояния. Понятно. Спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира. Если есть телефон звонок, мы готовы принять. Есть звонок. Телефон, давайте послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли заразиться инфекционными заболеваниями через пищевые продукты? Если да, это какие инфекции? Спасибо. Спасибо. А вопрос на Марине Александровне? Да. Вы знаете, мы действительно говорим больше о качестве на передаче, а не о безопасности. Но поскольку наши показатели безопасности нас, в общем-то, не сильно расстраивают, надо сказать, но инфекционные болезни, которые действительно встречаются, и даже групповые заболевания встречаются, это первое... на первом месте это сальмонеллез. Это плохо прожаренная курица. Надвигается сезон шашлыков, и эти ситуации, они, в общем-то, каждый год нас преследуют. Это вот всё, что связано с пищеводческой продукцией. Это яйца, сырые яйца. Был случай не так давно в предприятии общественного питания, я не могу об этом не сказать. Это был фирменный соус на сырых яйцах, приготовленный для группы гостей. Это была свадьба, и очень здорово, все так повеселились, и потом все вместе поехали в инфекционную больницу с сальмонеллезом. Такие случаи, они хоть и единичны, но они действительно бывают очень значимые, групповые и резонансные. И вторая инфекция, которая имеет место быть, но это тоже единичный случай, это иерсиниоз. Это с овощами, которые плохо или хранятся в условиях несоответствующих. Это в подвалах, в погребах, когда овощи хранятся, есть доступ к грызунов, и грызуны своими выделениями загрязняют эти овощи, и при чистке овощей попадает вот этот возбудитель иерсиния как раз в овощи и передаётся. Это тоже тяжёлое заболевание. И это, наверное, вторая инфекция, которая может действительно передаваться с пищевыми продуктами. Ну и третий – это ботулотоксин. Это, конечно же, консервы домашнего приготовления, вяльная рыба, которая продаётся, часто не санкционирована у частных лиц. Вдоль дорог, на трассах. Вдоль дорог. Каждый год мы регистрируем около 20-30 случаев ботулизма у жителей, которые приобретают продукцию у частных неизвестных лиц. Спасибо. Теперь подробнее о перекупщиках. Кто-то утверждает, что в нынешних условиях без услуг посредников, работающих в цепочке производитель, скажем так, производитель и прилавок, то есть невозможно обойтись. И фермеры разорятся. Однако именно спекулянтов, мироедов обвиняют сегодня в высоких ценах на продукты питания. Мисаги Закирович, действительно, можно ли обойтись без перекупщиков? Можно ли? Нет, надо сразу сказать, какие перекупщики. Мы их делим в три категории. Понятно, что фермер на прилавке на рынке не стоит. Три категории перекупщиков. Мы говорим сельский предприниматель, который работает вместе, сообща с своими соседями, с деревней. Если есть лишнее мясо, может привезти и продать. Это одна категория граждан. А те, другая категория граждан, которые занимаются перекупом, я их называю перехватчики. Это те, которые берут мясо не знаю где, какого качества и стараются продать его каким-то образом на рынке. И тем самым, конечно, они являются в определенной степени конкурентами. Потому что, зная потребительский спрос, зная, что разные люди по-разному живут и сбрасывают цену на мясо или на другую продукцию, и тем самым они становятся как бы конкурентоспособны. Но качество здесь, о котором Марина Александровна говорила, она, в общем-то, отражается на здоровье граждан. Но вы сами перекупщиков выявляете, вы знаете их в лицо? Мы их знаем в лицо. Всех знаете? Все три категории. Ну, не всех. Такую задачу мы не ставим. Но по первому сигналу наших фермерских хозяйств, да, и тех служб, которые здесь находятся, конечно, они выявляются и в процессе тех анализов, которые берутся. И здесь надо сказать, что вот согласно таможенного союза и того договора, который заключен между бывшими нашими странами СНГ, то это говорит о том, что необходимы определенные требования по забою скота, по тому же хранению, по перевозке. Скажите, у нас перекупщики несут ответственность за товар, который продают. У них все документы в порядке? Ну, когда как. Вот. Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, какой штраф за фальсифицированную продукцию сегодня существует на нашем рынке? Сколько стоит? То есть какой штраф сегодня? Ну, об этом должны сказать или Марина Александровна. Да, штраф какой сегодня, Марина Александровна? Да, конечно. На юридическое лицо штраф вставляет от 100 до 500 тысяч рублей. Признаете ли вы, что штраф сегодня недостаточно для того, чтобы навести порядок? Действительно, может быть, уже стоит ввести уголовную ответственность? Действительно, такие рассматриваются законодательные инициативы о том, чтобы ввести уголовную ответственность. И, конечно же, я считаю, что это наведет порядок на рынке фальсификации и подделок натуральной продукции. Действительно, что делают сами нарушители? Ну, мне кажется, ну, хорошо, выявили, да, заплатили они штраф, потом они закрылись, потом они купили новые сертификаты. Кстати, а можно вообще купить новые документы? Можно купить сертификат? Я вот к уважаемым фермерам хотела добавить. Декларация о соответствии, которая подтверждает качество и безопасность пищевой продукции, ее действительно можно купить. В 2017 году мы выявили псевдолабораторию, которая выдавала декларации о соответствии и выдала их 3000 деклараций. И попались как крупные производители на нашем рынке, так и фермеры наши уважаемые. Поэтому такие лаборатории, действительно, как сказала коллега из таможенной службы, должны размещаться на сайте Росаккредитации. И они, перечень таких лабораторий есть. И все декларации о соответствии продукции тоже размещены на сайте Росаккредитации. И наши жители должны научиться этим пользоваться инструментом обязательно. Продолжать свою работу в районах республики наши общественники Артур Атнервич, представитель общественной палаты Татарстана. Он у нас сегодня в студии. О чем говорят результаты проверок вашей экспертной группы? Добрый вечер. Значит, в 2016 году при государственном совете была создана мониторинговая рабочая группа по федеральному закону 273 об основах торговой деятельности. Значит, возглавляет ее... Говорите результаты, потому что время уже заканчивает у нас результаты. Значит, что мы видим? Действительно, есть просрочка в торговых сетях. Мы это видели. Даже детское питание есть просрочка. Значит, что касается представленности местных производителей в сетях, на самом деле ситуация достаточно удручающая. Торговые сети заходят уже, помимо крупных городов, уже в райцентры. Помимо райцентров они заходят уже в сельские села. Мы не видим там местных овощей, мы не видим там местного мяса. Мясо привозят, я не знаю, за тысячи километров овощи, привозят огурцы. Когда у нас под боком тепличный комбинат майский, привозят чуть ли не там, я не знаю, с Краснодара. Это тоже, мне кажется, неправильно. Спасибо, спасибо. Можно еще момент очень важный, касаемо ярмарок. Все-таки нужно обратить внимание, нельзя заводить заблуждение потребителей. Если продается под видом фермерского мяса продукция промышленного производства, все-таки это надо отмечать. Наши потребители должны это знать. Что касается молочной продукции, все-таки, мне кажется, это надо навести порядок. Мы знаем фермеров, которые отказываются участвовать в таких сельскохозяйственных ярмарках, в связи с тем, что молочная продукция на этих ярмарках достаточно низкая цена на них, в связи с тем, что там представлена вот эта фальсификация, да, там. То есть местные производители, для которых эти площадки созданы, отказываются участвовать на этих площадках. Спасибо. Мне кажется, обратите внимание на это. Спасибо. Счетная палата Татарстана, аудитор Азат Рустамович, вам слово. У вас есть свои результаты, своих проверок. Расскажите, пожалуйста, коротко. Добрый вечер. Счетная палата Республики Татарстан вопросом поставок продуктов питания в государственные муниципальные учреждения уделяет особое внимание. Эти вопросы в обязательном порядке рассматриваются в ходе проведения комплексных и тематических контрольных мероприятий. Выявлялись факты поставки продуктов, не соответствующих контрактам, в том числе по сортности, ценам, а также при отсутствии необходимых сопроводительных документов. Материалы проверок мы направляли в управление Роспотребнадзору, прокуратуру Республики Татарстан. Должностные лица привлекались к административной ответственности. Хотелось также обратить внимание, что наш председатель счетной палаты Демидов Алексей Иванович, три года назад, выступая на Республиканской комиссии по координации работы по противодействию коррупции, застрил внимание на проблемах при поставках продуктов питания, обратился к министрам, главам и, соответственно, указал... То есть все на жестком контроле, мы контролируем ситуацию, будем работать так активно, так ли? Да, и сегодня можно сказать, что ситуация значительно улучшилась, объем нарушений сократился. Спасибо. Иван Николаевич, подводя итоги сегодняшней программы, действительно будет ли ужесточен контроль на рынке потребительского рынка? Я хочу завершая сказать, что сегодня потребитель голосует и рублем, и он хочет покупать качественный продукт. Мне кажется, вот сегодня мы предложили Минсельхозу, Республике, предложили организовать общественный контроль. Есть такой проект, контрольная закупка, есть проект, покупает Атарстанская. Мне кажется, вот это будет хорошим подспорьем в движении качественных продуктов. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю гостей за беседу и прощаюсь. Всего вам самого доброго, наилучшего. До скорых встреч на ТНВ. Субтитры создавал DimaTorzok